Библейский портал экзегет.ру представляет Итак, сегодня мы продолжаем наши беседы по Евангелию от Иоанна. И первая тема – это тема воскрешения Лазаря. И мы читаем одиннадцатую главу Евангелия от Иоанна с первого стиха и ниже. Был болен некто Лазарь из Вифании, из селения, где жили Мария и Марфа, сестра ее. Мария же, которой брат Лазарь, был болен, была та, которая помазала Господа миром и отерла ноги его волосами своими. Сестры послали сказать ему, Господи, вот кого ты любишь, болен. Имя Лазарь – это сокращенная форма имени Елязер. Елязер – это имя, которое носил слуга Авраама, который сватал за Исаака Ревеку. Елязер в книге «Бытия» – это прообраз Духа Святаго, потому что именно Дух Святой находит Церковь-невесту в этом мире для Христа, ибо Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь, а откуда приходит, куда уходит, не знаешь. Но новозаветный Елязер Лазарь – это простой человек, житель Вифании, и глава дома, он жил с двумя своими сестрами, с Марфой и Марией, и это был дом друзей Иисуса Христа. Господь любил приходить в этот дом, это для Него были непосторонние люди. Когда мы читаем в Святых Евангелиях о том, что у Христа были люди, которых Он как бы выделял из массы других людей, на самом деле это только внешнее впечатление. Почему? Потому что Бог относится ко всем одинаково. Но на примере вот внешне приближенных к Нему людей Он показывал, как одинаково Он относится ко всем. И то, что они были друзьями Иисуса, это показано на примере их дома в Вифании, где они охотно принимали Христа, общались с Ним. Мария – это та, которая омыла ноги Его миром. Но это не та блудница, которая омыла тоже Его ноги миром. У них просто одинаковые имена. Об этом писал Златоуст и некоторые другие комментаторы. Но есть экзегеты, которые настаивают на том, что, возможно, это одна и та же Мария. Возможно, что вот та самая Мария, которая сидела у ног Иисуса в то время, когда Марфа хлопотала по дому, а та внимательно слушала слова наставления Иисуса, – это та Мария, которая считается блудницей. И когда она омывала ноги Иисусу Христу, то люди возмущались, которые знали ее, и говорили в себе, как он мог ее допустить до себя, чтобы она прикасалась Его. В этом случае не все благополучно было в доме Лазаря. У Марии тогда получаются нравственные проблемы. Но в этом случае Христос является как друг грешников. То есть это не просто дом каких-то идеальных людей. Это две сестры, которые ввели противоположный образ жизни. Марфа – труженица, Марфа – благочестивая женщина, а Мария – она грешница, но она любит сидеть у ног Иисуса и слушать Его наставления. Через толщу веков нам, конечно, трудно рассмотреть вот эту реальность, но экзегетам всегда было важно подчеркнуть, что Христос действительно относился ко всем одинаково. Даже если речь идет о двух разных женщинах, которые омыли Его ноги миром, отирали волосами, все равно Он относится одинаково как к благочестивой женщине, так и к грешнице, которая пришла, чтобы приготовить Его к смерти и помазала миром. Что значит помазала миром, приготовила к смерти? Ученики не верили в смерть Христа. В ближайшее время они скорее ожидали триумф Христа, когда Он войдет в Иерусалим, особенно после воскрешения Лазаря, это и был настоящий триумф. И ученики предполагали, что Его поставят царем. И вот теперь все будут почитать Мессии, потому что чудо воскресения – это великое чудо, когда Он воскресил четырехдневного покойника. Но Мария знала об этом. Как? Если допустить, что все-таки это Мария, которая была грешницей. Дух Божий действительно дышит где хочет. И Господь взирает на сердце человека. Господь взирает на намерение человека. И грехи человека Он воспринимает как проблемы, связанные с нравственным здоровьем человека. Грех с точки зрения греческого языка – это промах. Само слово грех означает мимо цели. Поэтому у каждого как бы самого ужасного поступка есть некая такая мотивация, которая как бы естественна. Но получается мимо цели, потому что человек не сделал правильные выводы. Он не остановился на пути к реализации какой-то цели там, где надо остановиться. Например, юноша влюблен в девушку, и он сдерживает себя до брака, чтобы не нарушить пределы дозволенного. Но если он нарушает пределы дозволенного, то это уже прелюбодеяние. То есть славяно-русское слово прелюбодеяние – это перелюбил, то есть потерял ощущение меры. Так вот Господь судит наши намерения. он видит как бы весь объем нашего промаха, нашей ошибки той или иной. Но все-таки мы остановимся на толковании Златоуста, что это были две разные Марии. Итак, был болен некто Лазарь из Бифании, из селения, где жили Мария и Марфа сестра ее. Здесь Мария представляется как бы более значимая. Марфа обозначена как ее сестра. И Христос сказал Марии, что она благую часть избра в то время, когда Марфа хлопотала по дому, Мария сидела у ног Иисуса и слушала его наставления. В христианском понимании Марфа и Мария – это образ созерцательной жизни, созерцательной молитвенной жизни, соединенной с трудолюбием. И когда преподобная мученица Елизавета основывала обитель во имя Марфы и Марии, имелось в виду, что молитвенное созерцание не исключает трудолюбия. И в этой обители труд и молитва, молитва и труд, они были объединены. Но в этот дом, в дом Марфы и Марии пришла беда. Заболел их брат. И сестры поспешили сказать Христу Господи «Вот того, кого ты любишь, болен». Иисус, читаем мы далее, услышав то, сказал «Эта болезнь не к смерти, но к славе Божией, да прославится через нее Сын Божий». И мы сразу видим, что есть несколько типов болезни. Болезнь к смерти и болезнь к славе Божией. И есть болезни за грехи, которые совершают люди. помните по поводу больного человека, которого исцелил Христос, выясняли, а кто согрешил, он или родители его, имея в виду, что человек может заболеть за свои собственные грехи, за грехи своих родителей, может быть болезнь к смерти и болезнь к славе Божией. Поэтому, когда человек заболевает, он не должен исключать ни одного из возможных вариантов, но в целом его задача, чтобы все-таки, даже если болезнь оканчивается смертью, чтобы все это было к славе Божией. В каком случае болезнь может быть к славе Божией? Для того, чтобы она стала такой, не обязательно умереть, можно и поправиться. Болезнь будет к славе Божией, если человек безропотно принимает ее, как бы из рук самого Христа. Божия. Писание учит, что без воли Божией даже волос не может упасть с нашей головы. Если нам посылается болезнь, то мы ее принимаем как часть некого плана Божьего для нас, хотя мы не проницаем будущее, не видим, чем это все кончится. Если бы не было бы Бога воплощения, то мы могли бы предположить, что наши страдания, плотские страдания, они неведомы Богу, Который есть Дух. Сказано, Бог есть Дух. И поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе истине. Но Христос вполне вочеловечившийся и Он претерпел страсти, то есть страдания. И Он страдал самым ужасным образом, взяв на Себя грехи всего мира. Потому что если человек несет на Себе грех тот или иной, он мучается от этого греха. А Христос взял на Себя грехи всего мира. То есть Он подобен нам во всем, собственно говоря, кроме греха. Он претерпел и саму смерть. А как учит церковь, все, что происходило в жизни Христа, было нас ради человека, нашего ради спасения. Таким образом, когда мы испытываем страдания, мы принимаем их из рук Христа, который тоже страдал. И мы начинаем сострадать вместе с Ним. В противном случае все лишено смысла. Болезнь, страдания, сама смерть. Но если Христос прошел этим путем, значит, все наполнено смыслом, он осветил каждый возраст, как мы рассуждали, и он осветил само страдание, он предал ему совсем другое измерение, он наполнил смыслом страдания, болезнь и даже саму смерть. И там, где неверующие ведет мрак, мы видим свет и Христа. Страдания Лазаря коснулись сердец Марфы и Марии, и они послали сказать Иисусу «Господи, вот кого ты любишь, болен». Поэтому, если в нашей жизни мы узнаем, что кто-то заболел, мы можем вместе с Марфой и Марией произнести эти слова в молитве за этого человека. Господи, вот кого ты любишь, болен, потому что Бог бесстрастен и одинаково благостно относится к каждому человеческому существу. «И Христос может сострадать нам». Вот самая таинственная часть этой главы – это когда Христос заплакал. Вот опережая как бы события. Христос, который знал наперед, что он воскресит Лазаря, он вернет его к жизни, но видя человеческую скорбь, он заплакал. То есть он силен сострадать нам. Итак, Иисус, услышав то, сказал, это болезнь не к смерти, но к славе Божьей, да прославится через нее Сын Божий. Иисус же любил Марфу и сестру ее и Лазаря. Опять подчеркиваю, так же, как и тебя, меня, любого другого человека, включая Понтия Пилата, Ирода, Иуду Искариота. Просто есть люди, которые позволяют Богу любить себя. И есть люди, которые отказывают Богу в любви, а они не принимают любовь Христа. Поэтому святые отцы говорили, Бог ни от кого не уходит и никому не приходит. это мы через свои грехи удаляемся от Него и через раскаяние приближаемся к Нему. Бог неподвижен, как вездесущий. Иисус же любил Марфу и сестру ее и Лазаря. Когда же услышал, что он болен, то пробыл два дня на том месте, где находился, как бы вжидая критической развязки этой болезни, после этого сказал ученикам пойдем опять в Иудею. Существовала опасность, что если они вернутся в Иудею, их побьют камнями, потому что не так давно это уже пытались сделать. ученики сказали ему «Рави, давно ли иудеи искали побить тебя камнями, и ты опять идешь туда?» Ученики пытаются как бы образумить его, остановить, защитить. Иисус отвечал «Не двенадцать ли часов во дне? Кто ходит днем, тот не спотыкается, потому что видит свет мира сего, а кто ходит ночью, спотыкается, потому что нет света с ним». Сказав это, говорит им «Потом Лазарь друг наш уснул, но я иду разбудить его». Что означают слова Христа? «Кто ходит днем, тот не спотыкается, потому что видит свет мира сего». Мы видим свет этого мира, пока мы живы. И сутки делятся на 12 часов дня и 12 часов ночи. Ну, так условно, вечер, там, утро. Христос говорит этими словами, «Пока мы живы, мы должны ходить и исполнять и исполнять волю того, который дал нам эту жизнь. А когда придет ночь, то есть успение, когда мы уснем, как бы, в смерти, мы не сможем действовать, мы не сможем ходить, потому что а кто ходит ночью, спотыкается, потому что нет света с ним». Это одно из возможных истолкований этого текста. Но мы на нем остановимся. Жизнь каждого из нас пролетает достаточно быстро. И чем больше нам лет, тем темп жизни как бы ускоряется. и человек это чувствует. И человек в какой-то момент начинает смотреть на себя самого, предположим, в детстве, в молодости, как на другого человека. Да, это был я, но это другой человек. И я думаю, каждый христианин хотел бы поговорить так серьезно с самим собою, когда нам было, например, там 14 лет, 18 лет, вот так, чтобы сесть и поговорить. Но это невозможно. хотя мы переносимся в прошлое, оно само как бы настигает нас образами, воспоминаниями. реальная жизнь это сегодня, теперь, сейчас. И в зависимости от того, как проходит сегодня, теперь, сейчас, вот все, что было в прошлом, оно наполняется смыслом или лишается всяческого смысла. есть такое понятие, как потерянное поколение, бессмысленное поколение, бессмысленные роды, когда в Библии говорится о поколениях праведных и почти умалчивается о поколениях нечестивых. Поэтому пока мы живы, пока мы существуем и можем действовать, пока еще день мы должны действовать. Сказав это, говорит им, потом Лазарь, друг наш, уснул, но я иду разбудить его. Ученики его сказали, Господи, если уснул, то выздоровеет, ну, непонятно, наверное, надо было сказать, то проснется, может быть, они восприняли слова Христа, что в болезненном таком забытие, поэтому и сказали, если уснул, то выздоровеет. Иисус говорил о смерти его, а они думали, что он говорит о сне обыкновенном. Писание не знает смерти в том виде, как люди представляют смерть, люди неверующие, провал в некое такое небытие. Есть такая наука, физика, она утверждает, что вещество, оно никуда не пропадает. Ни один грамм вещества во Вселенной никуда не пропадает. Даже они говорят, не прибавляется, не убывает, переходит из одного состояния в другое. Если так можно сказать о материальном веществе, то тем более о духовном человеке, потому что даже в понимании безбожников разум это высоко организованная материя. в их понимании. То есть это предел. Поэтому в нашем понимании перемены, которые ожидают нас в смерти, они больше коснутся бесчувственного тела, из которого уже выйдет душа. и процесс разложения тела, он никак не может затронуть душу. И душа не будет ощущать этот процесс. Потому что когда душа выходит из тела, она теряет любое ощущение телесного свойства. Даже муки души, они другого характера, не телесного характера, а более духовного. Итак, Иисус говорил о смерти его, а они думали, что он говорит о сне обыкновенном. Тогда Иисус сказал им прямо, Лазарь умер и радуюсь за вас, что меня не было там, дабы вы уверовали, но пойдем к нему. А почему Христос радуется за них? То есть, если бы Христос был там, то Лазарь бы не умер. В том смысле, что Христос мог исцелить его. Христос радуется за апостолов, что он поможет им через чудо воскрешения Лазаря преодолеть извечный для каждого человека страх смерти. вот чему он радуется. Он не радуется смерти Лазаря, он испытает чувство боли, он будет плакать, но он радуется за своих учеников и за нас с вами, которые изучают этот материал о воскрешении Лазаря, что этот текст из Нового Завета помогает нам преодолеть извечный страх, который преследует человека, страх смерти. И так он говорит пойдем к нему. Очевидно, что мертвый Лазарь не может прийти к ним, они идут к нему. Тогда Фома, иначе называемый близнец, сказал ученикам пойдем и мы умрем с ним. То есть была опасность, если они придут в Иудею, то их могут побить камнями. Но так как учитель принял решение идти, Фома проявляет твердость. Это тот самый Фома, который в народе получит наименование Фома неверующий. Но ему не откажешь в мужестве в этот момент. Он говорит пойдем и мы умрем с ним. Богословы иногда спорят с кем с ним? С Христом или с Лазарем? И в разных изданиях Библии вот это местоимение с ним может быть с большой буквой, может быть с маленькой буквой, потому что немножко как бы неопределенно. А рассмотрим два варианта. если Фома имеет в виду пойдем и мы умрем с ним, то есть с Лазарем, возможно, он имеет в виду, что Христос силен преодолеть смерть и для них было бы лучше, что если Христос идет воскресить Лазаря, им тоже умереть, пережить воскресение и уже существовать вечно. Но я более склоняюсь к тому, что здесь речь идет о том с ним, то есть со Христом. Почему Фома так смело говорит об этом? Потому что смерть, жизнь, болезнь, гонения, мучения, если это со Христом, это наполняется смыслом. Если что-то без Христа, и жизнь не имеет смысла без Христа. Иисус, придя, то есть в Вифанию, нашел, что он, то есть Лазарь, уже четыре дня в гробе. Гроб – это пещера наподобие той, в которой будет положен и сам Христос. Вифания же была близ Иерусалима в стадии в пятнадцати, и многие из иудеев пришли к Марфе и Марии утешать их в печали о братья их. Это одна из величайших добродетелей с точки зрения иудаизма. Там три добродетели. Посещать больных в субботу, далее хоронить мертвых и третье иудейское добродетель очень важное заниматься святоством. то есть поддерживать жизнь в больных, провожать умерших и способствовать возникновению новых семей ради исполнения заповедей плодитесь, размножайтесь, наполняйте землю. И иудеи очень серьезно относились к обряду прощания с усопшим. Как это происходило? Во-первых, опрокидывали кровать, на которой умер усопший. Даже если он умер где-то в дороге, его кровать все равно опрокидывали. А следующее, читали книгу Иова. Приходили друзья покойного, читали книгу Иова или родные и близкие читали эту книгу. Главный смысл книги Иова – почему страдает праведник и благоденствует грешник. При этом соблюдался ритуал чистоты. То есть нельзя было всем касаться покойного. Вот ради погребения можно было. А тем, которые готовили тело к погребению, необходимо было касаться покойного. Его омывали, там очень сложная была процедура. и, например, священнику разрешалось касаться отца или матери или сестры, которая умерла девственницей. Ну, если она вышла замуж, потом умерла, ее уже нельзя касаться, потому что это другая плоть. И только первосвященник, глава всей Ветхозаветной Церкви, он как бы должен был воздерживаться даже ради отца и матери. А в некоторых случаях считали, что ради отца и матери можно прикоснуться. И в Талмуде описывается, что эти священники, которые очень блюли свою чистоту ритуальную, когда их приводили в дом, где лежало тело отца или матери, они сами не решались подойти. И тогда другие священники их толкали и произносили эти слова может коснуться отца, может коснуться матери. Тогда они могли себе позволить поцеловать усопшего, как-то с ним проститься. В христианстве мертвый человек хоронится в освященной земле. В гроб вместе с христианином кладут священные предметы. на груди у него крест, разрешительная грамотка, венчик, а прикосновение к усопшему не считается осквернением, потому что Христос своим воскресением преодолевает смерть и осквернение смерти. если христианин умирает, то мы знаем, что он воскреснет. Священника хоронят в полном облачении, лицо его накрывают воздухом, это такая ткань, чтобы никто не увидел мертвого лица священника, чтобы его запомнили живым, как с ним общались, потому что пастырь, который предлагает наставление вере, он говорит о жизни и ради жизни, поэтому лицо его не открывается. Итак, мы читаем, и многие из иудеев пришли к Марфе и Марии утешать их в печали о братьях. Похоже, что Лазарь был известный человек какими-то своими нравственными качествами. Марфа, услышав, что идет Иисус, пошла навстречу Ему. Мария же сидела дома. Тогда Марфа сказала Иисусу, Господи, если бы ты был здесь, не умер бы брат мой, но и теперь знаю, что чего ты попросишь у Бога, даст тебе Бог. Здесь как бы некое такое внутреннее противоречие в ее словах, она как бы говорит Господи, то есть как бы называет Его Богом, если бы ты был здесь, не умер бы брат мой, но и теперь знаю, что чего ты попросишь у Бога, даст тебе Бог. На самом деле не в каждом случае, где в нашем переводе написано Господь по отношению к Иисусу, имеется в виду, что люди обращались к Нему как к Богу. Дело в том, что есть два слова, это слово Господь и Господин, они сходны по звучанию, и в том числе на еврейском языке. Господь это Адонай, Господин это Адоним, поэтому скорее всего она обращается к Нему со словами Адоним, то есть Господин, если бы ты был здесь, не умер бы брат мой, но и теперь знаю, что чего ты попросишь у Элогим, Бог, славяно-русское слово Бог, это перевод с еврейского Элогим, греческого Феос, даст тебе Бог. Таким образом противоречие устраняется. Иисус говорит ей, воскреснет брат твой. То есть божество Иисуса, оно раскрывалось как бы несколькими этапами перед глазами его последователей. Завершающий этап это его воскресенье из мертвых. Здесь уже никто не ставил под сомнение его божество. Итак, Христос утешает ее словами воскреснет брат твой. И мы, когда совершаем чин отпевания, мы читаем отрывки из Писания, где говорится о будущем воскресенье. Марфа сказала ему, знаю, что воскреснет, воскресенье в последний день. Иисус сказал ей, здесь он проглашает свое божество, «Я естьм» воскресенье и жизнь. Что значит «Я естьм» «Ас естьм» то есть сущий они Яхве, говорит он, сущий. И далее он добавляет «Верующий в Меня, если и умрет, оживет, и всякий живущий и верующий в Меня не умрет вовек, веришь ли сему? Вот сейчас она должна или согласиться с Ним, или не согласиться. Она говорит ему, так, Господи, я верую, что Ты Христос, Сын Божий, грядущий в мир. Сын Божий означает Бог, потому что Сын Божий имеется в виду в устах иудеев, это не как в устах язычников, там, Сын Зевса был, там, Геракл, там, но он был получеловек, полубог. А Сын Божий в понимании иудеев, как Сын человека, человек, как детеныш животного, животное, так и Сын Божий, он Бог. Особенно, когда об этом говорится в единственном числе, Сын Божий, Христос, Иногда мы встречаем выражение Сын Божий, Бнеилагим, по отношению к ангелам, но это подчеркивает их особую близость к Создателю. Иногда Бнеилагим в Ветхом Завете по отношению к людям, близким к Богу. Но в собственном смысле мы верим в единородного Сына Божия. То есть Бог не имеет многих сыновей, у Него один единственный Сын. Он же и один единственный свидетель об Отце. Он единосущен Богу Отцу. Все, что имеет Отец, имеет и Сын. Все, что имеет Сын, имеет и Отец. Равна как и Дух Святой. Немножко непонятна вот эта фраза. Она говорит, я верую, что Ты, Христос, Сын Божий, грядущий в мир. Казалось бы, разумнее было бы сказать пришедший в мир. она понимает, что действия Христа в этом мире, они имеют в виду и страшный суд, и воскресение всех мертвых. И это как минимум не одно пришествие, это два пришествия. Сказав это, пошла и позвала тайно Марию, сестру свою, говоря, учите здесь и зовет тебя. Она как скоро услышала, поспешно встала и пошла к нему. Иисус еще не входил в селение, но был на том месте, где встретила его Марфа. Иудеи, которые были с нею в доме и утешали ее, видя, что Мария поспешно встала и пошла и вышла, пошли за нею, полагая, что она пошла на гроб плакать там. Когда я был в Израиле, я однажды видел, как вот это главное кладбище на фоне золотого купола, главное еврейское кладбище, туда привезли студентов еврейских плакать о каком-то цадике, праведнике. И там человек пятьсот вылезло из автобусов и двигались значит в сторону вот этой гробницы, чтобы поплакать о каком-то цадике. То есть это часть обряда, причем в иудаизме даже было принято нанимать плакальщиц, профессиональных плакальщиц, которые так плакали, что начинали рыдать люди, которые не очень чувствительные, потому что они умели причитать, пели какие-то псалмы такие плачевные. В Библии, кстати, есть пример плачевного псалма, это плач Еремии. И вот что происходит. Мария же, придя туда, где был Иисус, и увидев его, пала к ногам его и сказала ему, Господи, если бы ты был здесь, не умер бы брат мой. Иисус, когда увидел ее плачущую и пришедших с нею иудеев, плачущих, сам воскорбел духом и возмутился и сказал, где вы положили его. Говорят ему, Господи, пойди и посмотри, иди и виждь. Иисус прослезился. Вот если мы хотим понять значение слова «во человечишеся» из Никеи Цирградского символа веры, то вот более лучшего объяснения нету, чем вот эти слова «Иисус прослезился». Плачущий Иисус, который скорбит о нашей скорби, он увидел плачущую Марию, плачущих иудеев, и он прослезился сам. Это не божество, которое доминирует над этим миром, абсолютно бесстрастное. Это Бога-человек, которому свойственны чувства человека. Он плачет. Бесстрастный там Зевс, Аполлон, там, Кришна, там, кто-то еще. Это игры, они могут играть во что-то. Иисус во человечишеся. Он истинный Бог, истинный человек. И то, что он прослезился, это значит, он очень близко принимает к сердцу наши переживания. Он прослезился не потому, что умер Лазарь. Он пришел, чтобы воскресить Лазаря. Он имеет решение этой проблемы, но он видит нашу беспомощность, нашу человеческую слабость перед лицом смерти, страх, панику, которые царят в душах людей, у которых кто-то умер, которые как-то близки становятся к этой трагедии. Сегодня в Крыму один молодой человек пришел в училище с бомбами, с ружьем, устроил взрывы, расстреливал своих бывших однокурсников. Говорят, что 18 человек убито, детей там от 15 лет и старше. И показывают лица родителей по телевидению вот эта безысходность, вот этот ужас, что оборвалась жизнь, которой ты живешь, которая дорога для тебя и невозможность что-либо исправить. Да, сейчас там поставят охрану, там сделают сигнализацию, но это ничего не возвращает, это ничего не меняет. Я думаю, что в храмах будут молиться за этих детей погибших и уже молятся. Я думаю, Иисус, видя с небес скорбь жителей Крыма, Он тоже прослезился, как перед лицом гробницы Лазаря. Иисус всегда и во веки тот же, сказано в Библии. И любое чувство, которое мы обнаруживаем в Иисусе на страницах Евангелия, оно принадлежит его неизменности. Он и на суде страшном будет тем же любящим и сострадающим. И, по-моему, Златоуст восклицал страшный суд, ты там не будешь один, с тобой будет Христос, который умер за тебя на кресте, и он будет судьею. Как важно иметь судью на своей стороне. Если тебя судит родственник, если тебя судит родной отец, если тебя судит человек, который спас тебе жизнь и не один раз, это тот же Иисус. В Боге нету тени перемены. Поэтому нету двух Иисуса. Иисус первого пришествия, Иисус второго пришествия, Иисус всегда и во веки тот же. Иисус прослезился. Тогда иудеи говорили, смотри, как он любил его, а некоторые из них сказали, не мог ли сей отвершие очи слепому сделать, чтобы этот не умер. Но в понимании иудеев, как будто красная черта, она пройдена, все, теперь уже, да, он мог там возвращать зрение, а вот тут уже четырехдневный покойник. Хотя они, как бы, и спрашивают себя, не мог бы сей, отвершие очи слепому сделать, чтобы и этот не умер. То есть, если бы Иисус пришел раньше, он мог бы остановить движение смерти, но смерть уже завладела этим человеком, Лазарем, уже четыре дня. Иисус же опять, скорбя внутренне, что значит скорбя внутренне? Он скорбит внешне, он скорбит внутренне, то есть, эта скорбь не показная, не призрачная, она самая настоящая, приходит как к гробу. То была пещера, и камень лежал на ней. Иисус говорит, отнимите камень. Это весна, это событие было неделя до Пасхи еврейской, там уже достаточно жарко, и открыть пещеру, в которой четырехдневный покойник, это очень страшно. Но он говорит, отнимите камень. Люди делают с мертвым только то, что они могут сделать. они его обмывают, они его оплакивают, они его относят и взрывают землю. Или, как в этом случае, кладут в пещеру и приваливают в камень. сестра сестра умершего Марфа говорит ему, Господи, уже смердит, ибо четыре дня, как он во гробе. Иисус говорит ей, не сказал ли я тебе, что если будешь веровать, увидишь славу Божию, и так отняли камень от пещеры, где лежал умерший. Иисус же возвел очи к небу и сказал, Отче, благодарю Тебя, что Ты услышал Меня. Христос не говорит, что Ты услышишь Меня. Он говорит, что Ты уже услышал Меня, потому что у Сына и Отца и у Духа Святаго это одна божественная сущность, одно знание. Я и знал, что Ты всегда услышишь Меня, но сказал Сие для народа здесь стоящего, чтобы поверили, что Ты послал Меня. Сказав это, Он возвал громким голосом, Лазарь, иди вон. И вышел умерший, обвитый по рукам и ногам погребальными пеленами, и лицо его обвязано было платком, Иисус говорит им, развяжите его, пусть идет. когда Христос говорит, Лазарь, иди вон, эти слова относятся к нам, когда мы умираем нравственно и морально, когда мы умираем духовно, этот призыв, он должен звучать в нашем сознании. И вышел умерший, обвитый по рукам и ногам. Григорий Великий в своих моралиях на книгу Иова пишет, «Лазарю повелевается выйти вон, чтобы человек, умерший в грехе своем и уже погребенный под грузом привычного зла, ибо лежит с нечистой совестью через исповедание своей греховности вышел из самого себя». То есть Григорий Великий истолковывает это как призыв оставить гроб своего прошлого, оставить разложение вот это нравственное и моральное, эту гниль, эту вонь четырехдневную. Однажды я видел, как отец Дмитрий Дудко общался с маленькими детьми. Там было очень много взрослых и детей. И он взял одного маленького на руки и понюхал его и говорит, что интересно, дети всегда пахнут какими-то рисками, какими-то сладостями. А взрослые не так. Грех воняет. Действительно, смрад греха мы боимся открывать и свой собственный гроб. с трудом, с помощью хорошего исповедника, священника, на исповеди мы иногда являем вот эти разложившиеся нравственные моменты. И отцы понимают это именно так. Так, Блаженный Августин пишет, как же ты дивишься тому, что он вышел со связанными ногами, но не удивляешься тому, что он воскрес через четыре дня. В том и другом была сила Господа, но не сила умершего. Он вышел, но оставался связанным все еще в погребальных пеленах, но уже вышел наружу. Что это значит? Когда ты отвергаешь Христа, тогда ты лежишь мертвым, но когда исповедуешь его, ты выходишь наружу, ибо что значит выйти наружу, как не выйти из укрытия и показать себя, но ты не можешь исповедовать его, покуда Бог не подвигнет тебя, призвав громким глазом, то есть призвав тебя своей великой милостью. И когда выйдет умерший, он останется связанным, то есть он всего лишь кающийся. Вот тогда наш Господь, чтобы отпущены были грехи его, скажет служителям своим, развяжите его, пусть идет, ибо что свяжешь на земле, то будет связано на небесах, и что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах. Итак, служителями Божьего прощения, которые могут развязать каждого грешника, это священники, которым Христос дал власть, что вы развяжете на земле, то будет развязано на небесах. Итак, Христос повелевает нам, священнослужителям, развяжите его, пусть идет. Мы и сами исповедуемся друг у друга, потому что проблемы связывают и нашу душу. Тогда многие из иудеев, пришедших к Марии и видевшие, что сотворил Иисус, уверовали в Него, а некоторые из них пошли к фарисеям и сказали им, что сделало Иисус. То есть, это было необъяснимо. И человек, видя такое, он оказывался перед дилеммой, или он должен принять действие Иисуса как действие Бога, Сына Божия. Мессии или он пойдет и переспросят у других людей. Человеческое мнение, оно витает в воздухе, существует мнение о том или ином обстоятельстве, о том или ином человеке, но есть реальность, божественная реальность. разве в жизни каждого из нас не было ни одного чуда? Я думаю, что в жизни каждого человека были чудеса и великие чудеса Божьей милости, когда мы уже отчаявшись, готовы были сами лезть в гроб, и вдруг Господь меняет гнев на милость. Казалось бы, Христос явил свою славу, но в ответ на это заговор против Христа Иисуса. Тогда первосвященники, фарисеи собрали совет и говорили, что нам делать этот человек много чудес творит. Если оставим его так, то все уверуют в него и придут римляне и овладеют и местом нашим и народом. Они говорят, что он творит много чудес, имея в виду, что они не сотворили сами ни одного чуда. Один из них некто Каиафа, это исторический персонаж, о нем пишет Иосиф Лавий. Будучи на тот год первосвященником, в этих словах обличение иудеев, потому что первосвященник должен быть пожизненным по закону Моисея, а смерть первосвященника это амнистия для всего народа, а в то время перекупали эту должность. Будучи на тот год первосвященником, сказал им, вы ничего не знаете и не подумайте, что лучше нам, чтобы один человек умер за людей, нежели чтобы весь народ погиб. Что происходит в этот момент? Он пророчествует. вот этот Каиафа, который осудит Христа на смерть, вот этот Каиафа, который будет хлопотать перед Пилатом, который не по правилу Моисеева закона первосвященник на год, но будучи первосвященником, тогда еще существовала церковь иудеев. Ветхозаветная церковь прекращается только тогда, когда Иисус умирает и завица в храме разорвалась надвое. В тот момент Дух Святой покинул их, но он первосвященник и он пророчествует, то есть Дух Святой, Кадеш-Руах сходит на него и он говорит, лучше нам, чтобы один человек умер за людей, нежели чтобы весь народ погиб. И евангелист Иоанн Богослов пишет, сие он сказал не от себя, но будучи на тот год первосвященника предсказал, то есть пророчествует, что Иисус умрет за народ и не только за народ, но чтобы рассеянных чад Божьих собрать воедино. Святы говорят даже больше, когда они комментируют их решение осудить Иисуса на смерть, они это делают тогда, когда выбирают пасхального агнца. И отцы пишут в своих комментариях, они священно действуют, это обязанность этих людей выбирать лучшего пасхального агнца для общественной жертвы. Таким образом, мы видим, как благодать действует через недостойных, с этого дня положили убить его. посему Иисус уже не ходил явно между иудеями, потому что Он знал их сердца, как Бог, а пошел оттуда в страну близ пустыни в город, называемый Ифраем. Город на границе пустыни, недалеко от Вифиля. И там оставался с учениками своими. Задача врагов Христа заключалась в том, чтобы погубить Иисуса из Назарета, но только не в Пасху, чтобы не было волнения среди народа, чтобы Он не выглядел, как пасхальный агнец. Но обстоятельства сложатся так, что Он умирает именно в Пасху. Приближалась Пасха иудейская, и многие из всей страны пришли в Иерусалим перед Пасхой, чтобы очиститься. Тогда искали Иисуса и, стоя в храме, говорили друг другу, как вы думаете, не придет ли Он на праздник? Первосвященники же фарисеи дали приказание, что если кто узнает, где Он будет, то объявил бы, дабы взять Его. Вот в чем заключалось предательство Иуды. они принимают решение взять Иисуса, как только Он появится. Но днем они не могли это сделать. Предательство Иуды заключалось в том, что иудейская Пасха – это не общественное богослужение, это домашний семейный праздник. Когда за пасхальный седр собирается семья или Ишива, учитель, ученики, и всю ночь они совершают пасхальный седр. И вот Иуда должен был указать, в каком месте они соберутся и узнать, так как было принято после трапезы выходить и петь псалмы, где с небольшим количеством учеников может оказаться Иисус, чтобы его схватить. Тайное вечере называется тайной, потому что до момента вот где находился Иисус, это было неизвестно. А предательство Иуда будет заключаться в том, что он узнает, что после тайной вечери пойдут на Илёнскую гору, но там много народа, чтобы петь псалмы, которые поются на еврейских песах, потом с небольшим количеством учеников Христос спустится в Гефсиманский сад, и вот это было самое удобное место. И до ушей Иуды дошел этот приказ, персвященники же и фарисеи дали приказание, что если кто узнает, где он будет, то объявил бы, дабы взять его, то есть взять безопасно, в ночи, поваровские, и начинается движение Христа на Голгофу. Но оно началось раньше. Богословы говорят, путь на Голгофу начался в Ифлиеме, ибо Христос и пришёл для того в этот мир, чтобы принять на себя наши грехи, наши беззакония, умереть на кресте, воскреснуть для нашего оправдания и дать нам благодать и силу ходить в обновлённой жизни верой в Него. Спаси Христос!